привет ребята у нас убывающая луна все мои видео которые связаны с очисткой от чего-то негативного смотрите на убывающей луне или за 12 дней до своего дня рождения можете почиститься перед новым годом то есть всегда когда перед каким-то новым началом перед каким-то новым началом на убывающей луне это оптимально можно смотреть на сколько раз сколько угодно раз если вам это помогает если вам легчает сегодня у нас не отливка сегодня у нас отжиг мы будем отжигать огнем рунами будем отжигать и ревность и инфантилизм ревность и инфантилизм ребята всем кажется что это какие-то вот разные вещи где одно другое нет все очень прямо и очень прямо потому что ревность ревность первое это дипов комплекс и комплекс электро то есть первый раз мы ревнуем отца мать и собственно говоря если вы ревнуете в взрослом возрасте это значит что у вас есть инфантилизм то есть вас недолюбили почему вы ревновали в детстве потому что вам казалось что папа уделяет внимание какой-то другой девочки кому-то там сестрички маме кому еще в любом случае увидели это да и вот вам казалось недолюбили и вам теперь хочется быть девочкой чтобы вас долюбили так и мальчики то же самое если у девочек комплекс электро знать еще там куда не шло то и дипа в комплекс но это чуть ли не мастхэв да чуть ли не мастхэв конечно ревность у мужчин естественно естественно есть знаете что давайте таки я проведу диагностику а вдруг и нет сейчас рунами проведу диагностику те кто меня сейчас слушает а если у них такая проблема так ревность да есть причем много много ревности прям ярый бешеный становитесь знаете от ревности аж бычара даритому что как какая там тебе телка клеится или какой там бык на тебя смотрят да так а инфантилизм у вас есть инфантилизм вы используете знаете как средство защиты то есть вы как ребенок скорее всего злитесь да истерика у вас тут истеризм идет дальше да как ребеночек девочка маленькая то истерично мужчина тоже часто истеричны особенно водных водная стихия когда мужчины солнце венера либо марс в рыбах раки скорпионе да то смотрите есть у нас ведь и я мы сегодня будем выжигать огнем и посмотрите кивас две вышли руны до огненный огонь огонь конечно же сама руна кана это руна кузнеца вот я символически тоже сила себя палочку да такую же как у него да все есть ребята ну что ж родными продиагностировали есть и то и другое у вас вместе хорошо сейчас будем избавляться вообще вообще не парьтесь мы сегодня не отливаем сюда просто это все прожигаем я написала ревность и инфантилизм сейчас я возьму до смерти перетасовала колоду опять вышел огонь но сейчас будет пожар сейчас разведем пожар среди белого дня я хотела только одного человека до отливать то есть вас но чего-то я потом захотелось взять и скрутить две свечки смотрите ребята я скручу две свечки я на одной сейчас напишу свое имя а вторую свечку не буду подписывать вы можете как вы можете вообще не подписывать абсолютно я сейчас буду за свое имя вы просто представьте что я пишу ваши да мы все равно вообще энергии работаем вы можете эти свечки написать свое имя и например имя вашего любимого дом тоже может быть ну давайте так да и так пишем ваше имя есть и имя второго человека вашей пары вы можете делать прямо со мной ребята прям вот сюда мне кажется кто-то напишет напишет какого-то человека например еще маму да может быть может быть это взаимная вас ревность мальчик и мама до девочка и папа братьев-сестер братья сестры в общем берите кого хотите пишите то есть вы кто за еще кто вам нужен все написали скручиваем скручиваем напоминаю что я не буду отливать я сейчас просто свечки эти поставлю и разбуд прогорать прогорать потому что мы не отливаем а сюда такой горящий жезл до воспламеняем я просто их подожгу и поставлю пока не будут прогорать мы с вами что будет делать правильно гадать анализ будет у нас таро анализ да видно вам свечечки можете не смотреть и представляет что вся ревность и весь инфантилизм пропадает с вас из вашего партнера спадает с воском стекает до истеричность я вижу а тут сразу сразу до пошли слезки также смотрите как свечечки горят в принципе мы будем наблюдать конечно в процессе расклада насколько вы близки с этим человеком да насколько вы родные души что вас соединяет объединяет что же я не знаю как сейчас как у нас сейчас пойдет мы сейчас огнем прожигаем все сжигаем где-то на серединке я сожгу вот эту бумагу еще когда почувствую что дело пошло что подснимите таро ну что вы расскажите пожалуйста духи дух прошу свой дух рассказать что нам сейчас нужно знать вы очень большой собственник будь то вы мужчина будь то вы женщина вы очень большой собственник четверка пентаклей моё моё никому не отдам знать как это моя прелесть вот такой человек моя прелесть и вам карты говорят послушай это надо обнулять этот счет нужно обнулять нужно новую жизнь начинать да смотрите четверка пентаклей перекрывается колесницей то есть ребята тут кто-то прям сидит сидит не встает прям в прямом смысле того долго сидите много сидите мало ходите мало ездите держитесь за старые за старую зарплату за старую работу за старые отношения за старый дом колесница говорит послушай нужно начинать новый путь то есть у нас вышел старший аркан нулевой дурак новая дорога и колесница то есть что нам говорят карты обнуляйся пожалуйста начинай свою жизнь как будто бы заново обнуляйся и в дорогу отправляйся то есть карты засиделся ты просто вот уже все да застоялся засиделся но это уже все отстоялся да нужно обнуляться старший аркан нулевой новый путь начинать и в дорогу отправляться дорога это может быть и в переносном значении то есть при новая работа опять-таки до новые отношения либо решаться на что-то может быть вы работаете но не можете ну вот не хватает вам смелости какое-то направление свое дело открыть может быть да потом потому что сейчас смотрю на свечке здесь кому-то кому-то нужно в паре соединиться увидите да то есть возможно что вы свои собственническими своими мотивами человек как раз таки отталкиваете от ответ послушай обнулись и отстранись обнулись с ним и отстранись в той или иной степени это по-разному ребята я вам я вас сейчас не призываю срочно блокировать нет 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 но ребята карта старший аркан дурак это не злая энергия да то есть что значит отстраниться по дураку я забыл ой я заснул ой да ты мне говорила ой и не помню извини да то есть вот как отстраняется дурак дурак не кричит не спорит не устраивает истерик когда ему звонить спрашивать ты где ты почему не пришел тебя жду а какой сегодня день я забыл вот вам пожалуйста ответ по дураку вот вам отстранение по дураку понимаете вот ведь я уже говорю свечки опять соединяются да ребята тут как бы сказать может быть даже я попрошу эту карту пояснить меньше эмоциональности вот что вижу меньше жесткости то есть вышла королева мечей то есть смотрите королева мечей должна быть перекрыта дураком то есть если ваша сейчас позиция это я тебе сказала делай то что я говорю тут мат дойдет по королеве мечей ругань мат споры ссоры хлопание дверями вот это все нужно закрывать дурачьем понимаете юмором юмором посмеяться посмеяться над ситуацией вот что говорят посмеяться да вам не хватает огня у вас огромный меч в руке а вам бы огненности набраться тут также речь о том что вам нужно чаще уединяться и чаще работой заниматься чаще работой заниматься сражаться на работе то есть сражаться не в семье не с любимыми людьми обратно работе сражаться от бедности избавляться благотворительностью заниматься почаще веселиться почаще хохотать смеяться обороняться в ревности и пускаться вот у нас вышла карта ревности вот она так ну что карта ревности поясните пожалуйста и бог с нами говорит заканчивается этим он велит посмотрите ребята вышла на карту ревности вышла карта бог и смерть то есть вы эти на карту собственничества у вас вышло два аркана шут старший аркан шут и колесница то есть на карту собственничества обнулить все отпустить новую дорогу себе открыть а на карту ревности вышла покаяться и все это просто убить до убить то есть как бы тут вам дать как будто благослови благословляет вас благословляет вас светлые силы на то что вы покончили по своей ревности покончить конец смерть такая конец да говорят покончить со своей ревностью просто покончить с ней как же это сделать королева жезлов магический ответ магии до восьмерка жезлов смотрите опять это энергия огня тройка жезлов посмотрите ребята один огонь кстати я уже два раза когда мешала карты заглядывала на дно колоды и у меня снова на дне колоды влюбленные снова на дне колоды любого любовники то есть у нас фонит любовниками здесь все и королева жезлов это любовница сейчас мы будем так копать час я чувствую найти у нас будет этот детектив знаете что у нас вышло что тут то из вас любовница любовник был у нас паш жезлов паш жезлов и королева жезлов любовник и любовница восьмерка жезлов и тройка жезлов любовные стрелы амура и необходимо сделать выбор то есть влюбленные это необходимости сделать выбор ну так смотрите ревностью вас не безосновательно да я признаю и карты таро это признают ревность у вас не безосновательная то есть действительно вам есть кому ревновать вам есть кому ревновать но знаете что всегда есть кому ревновать знаете по пажу жезлов можно к столбу ревновать к столбу можно ревновать то есть о чем говорят карты послушайте всегда есть кому ревновать тут женщина тиц кошки можно кошки ревновать эти окошки надо ревнует уж до приходит молодой человек даме в гости, а там кот выходит и говорит, ты чего пришел? Это моя женщина! Да? То есть вот это о чем. Слушайте, ревновать всегда есть к кому и к чему. Да, у вас есть основания ревновать, но вам это вам нельзя это делать. То есть вам на это смерть ложится. То есть не будьте этой шипящей кошкой бешеной. Я все-таки хочу переспросить. Правильно я понимаю, что ревность у всех, кто меня сейчас слушает, необоснованная, неоправданная. Это верно? Да, это дурость. Старший аркан дурак. Да, это дурость. Кстати, ведь дурак, шут, это еще и ребенок, это инфантилизм. Все. Вот это тот момент, которого я ждала. Сейчас мы поджигаем эту салфетку, ребята, потому что нам ответили, что ваша ревность это ничто иное, как инфантилизм. Шут, это также еще ребенок. Это карта ребенка. Ваша ревность, это дурость. Это инфантилизм. Делаем бумажный самолетик. Вот в такой форме можно дурачиться. И отправляем его в новый путь. Шут, это карта урана, это карта самолета, полета, неба, воздуха. Это как раз карта воздушного самолета. Сжигаем ревность и инфантилизм. Сжигаем нелепый, глупый эгоизм. Сжигаем ревность и инфантилизм. Сжигаем детский, глупый эгоизм. Так, тут еще у нас может немножко самолетик. Догорает ревность вашу. Инфантилизм в топку отправляет. В топку. В топку, в топку. Так, тут у кого-то слезы текут. Плачет, плачет, плачет. Поравнее сделай. Ой, на меня слезка упала. Ой, горячие, какие слезы у вас. Ой, ой, какие горячие слезы. Плачьте сильные. Плачьте. Ну, так не сильно, но горячо. Там может быть несколько слез упало. Он такие прям ядрионные такие. Все испепеляется. Там самолетик. Чуть-чуть тут еще. Нагорает, прогорает. Видите, там чуть-чуть еще. Уже все. Плачете. Кому-то тяжело, да, с детства расставаться. Так, чего тут слезы текут? Королева кубков, потому что вот что и слезы текут. Чувственная дама. Чувственная дама. Чувствительная сильно дама. Да, королева кубков, в принципе, ребят, присущ инфантилизм. И знаете, она дни колоды, король мечей. Да, то есть он холодный, а она чувственная. Ну, надо обнуляться всем. Вам нужно становиться королевой желов. Это, да, однозначно, девочки. То есть вам нужно... Знаете, королева желов – это хохотушка. Такая ведьмочка, которая... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. То есть вам нужно не плакать и смеяться. Вам нужно обнуляться. Вам нужно не плакать, а смеяться. Вот опять те же самые карты. Тройка кубков. То есть, смотрите, у нас на данный момент вы были женщиной сверхэмоциональной, а ваш мужчина сверххолодным. Или если вы мужчина, то вы были сверххолодным, а ваша женщина сверхэмоциональной. И что говорят? Женщина, ты должна... Вот так даже, да, они были отвернуты. Вот так вот было, да? То есть, говорит, женщина, ты должна стать хохотушкой, веселушкой, верьмочкой такой, войнушкой такой. А он тоже должен стать жезловым, огненным, тоже таким, знаете. Вот эта парочка такая, ну, крутая, бомбическая. И шут, это, ну, шут, да, это, ну, шут, дурачки. То есть, этот ответ, слушайте, вы должны постоянно оба смеяться. То есть, он здесь злится, а она плачет. Она в гневе рыдает, он в гневе уходит, оставляет. А им говорят, послушайте, вы должны обдулиться, вы должны вообще, ну, оба дурачка, дурачком стать и повеселиться, та тройка, тройка кубков. И повеселиться, то есть, веселитесь, смейте, шутите. Веселитесь, резвитесь. Вот о чем здесь речь идет. Ребята, пока свечи догорают, я очень хочу вам прочитать, зачитать очень интересную информацию. Не переключайтесь, вам правда будет интересно. Я просто уверена, что если вы сейчас со мной меня слушаете, то вот если вы вот сейчас в этой энергии, то есть, вам что говорят? Кстати, у нас догорела, видите, и палочка. Вам говорят, вам нужно из плачущего ребенка стать смеющимся ребенком, понимаете? Из холодного плачущего или яростно, истерично плачущего стать горячим, смешным, ну, просто веселиться. Веселиться так. Жасл догорел, а вот свечки у вас постоянно падают, ребята, и прям конкретно, знаете, на что похоже? Есть такие на праздник, покупают, как же это называется, такие вкусные на ярмарках. Ребята, вам нужно явно на ярмарку пойти. Вот, шут, это клоун. На ярмарках детям покупают такие палочки из теста, как они называются, кто знает? Такое, я не скажу. В общем, знаете, это что-то похоже на ярмарку. Тут бублики, крендельки, крученые, такие вот свернутые, как на праздниках. Да-да-да-да-да, фестивали, ярмарки, масленица в народном стиле. Да, вот где-то там вас недолюбили. Там какие-то циркачи, клоуны были. Может быть, в цирк вас не водили, а вы хотели. Вы хотели. Вы прям горели этим, да? Хотели смеха. Хотели смеяться, хотели веселить. Хотели, да, клоуном быть. Либо с клоуном быть. Ну вот, кому-то, конечно, клоун достался. Да, королева, которая у нас воды, которая девочки у нас вышли, вот как раз девочке ей очень присущ инфантилизм. Королева воды, которой вы были, скажем так, да, потому что вы уже становитесь королевой огня. Смотрите на огонь. Вот королева воды – это любвеобильная, страстная женщина, но она хочет, чтобы все делали за нее и во имя ее. Она истерична и капризна. Ну вот как раз и есть истерика, каприз, капризы, манипуляция. Если голова у вас часто болит, то вы королева воды, да, то есть это чрезмерность. То есть вы хотите, чтобы за вами ухаживали, чтобы лелеяли, баловали, как ребеночка, да. Да. А король, у нас был король мечей. Это вот, как бы, знаете, ну это классика, да, то есть девочка истерит, а мальчику тоже хочется плакать, но мальчику что говорят? Не плачь, да, не плачь, говорят, да. Аккуратный, педантичный, даже занудный. Эмоции гасит, а не выплескивает их на тех, кто его раздражает. Это я зачитываю, ребят, из книги. Король воздуха сдержан по натуре, поэтому эмоции гасит в себе, а не выплескивает их на тех, кто его раздражает. Но в то же время эти эмоции, если они не успели перегореть, могут быть излиты на того, кто попадается под горячую руку. Ну, в общем, все ясно. То есть вам говорят, послушайте, будьте открытыми, будьте плевыми, вот просто правду матку, да, здесь рубите. Да, зачитала, надеюсь, вам было интересно, то, что я зачитала. Сейчас давайте еще доложим карты, чтобы пояснить, да, а как, как таким быть? То есть как такими быть? Какой-то цирк здесь идет. Какой-то цирк здесь идет, ребята, да. Как мужчине быть пожем огня? Любить туз кубков. Как женщине быть королевой огня? Быть справедливой, прежде всего, к себе. То есть мужчине, чтобы выйти в позитив, в оптимизм, нужно больше любить, проявлять любовь, а женщине нужно быть более справедливой. Кому быть справедливой, женщине? И к себе, и к нему. Двойка. И к себе, и к нему. Еще. Магам. Смотрите, у нас вышла карта королева жезлов, это ведьмочка. И маг тоже магия. Девочки, тут указание на то, что да, магия вам помогает. Так, а мужчине, пожалуйста, еще подсказку. Ну вот, смотрите, а у мужчины кубки выходит. То есть ему вышел туз кубков. Мужчина, люби. И ответ, кого люби? Свою возлюбленную. То есть, смотрите, как у вас получается. Ему ответ, люби. Ей ответ, суди. Верно суди. Спросила, кого верно суди? Ответ, двойка мечей. Обоих, и себя, и его. А к нему вопрос, кого люби? Кого верно люби? Ответ, двойку кубков. Себя, и ее люби. То есть, ему рекомендация, люби. Кого? Себя и ее. Ей рекомендация. Верно суди. Кого? Себя и его. Магом стань. Управляй собой. Так, и ему еще одна рекомендация. Так, король мечей, пояснение. А ты холодный, ты злой, потому что ты печальный на самом деле. Мечту свою не забывай. К мечте стремись. Мечту желай. Она тоже может быть холодной и злой. Она зла, потому что ты зол. Она зла с тобой, потому что ты злой. Да, ты злой, да, 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 да. Вы оба злые. Вы да, ну да, вы да. Вы да, вы да, вы да. Вы муж и жена, одна сатана. Да, вам вместе можно запрягать, вместе можно уезжать. Это понятно. Да, вот вы вместе ревнуете. Вот ответ. Обоюдная ревность. Вы вместе ревнуете, вместе тоскуете. Да, друг другу сердца ревностью, этой холодностью разбиваете. А тем не менее, что высший суд над вами, вы, ребяточки, не знаете. Смотрите, ты его императрица, девочки. То есть что вы не знаете? Что вы не знаете? Да что вы императрица этого вашего мужчины? Знаете вы его, не знаете, но у вас уже есть в поле этот мужчина. Вы весь его мир, вы вся его вселенная. Вы жизнь для него. А он кто для вас? А вот он, ваше золото. Моя прелесть. Да, четверка, пентакли. Моя прелесть. Ну что, вы сильно за него держитесь? Ну потому что он ваша истинная пара. Да, да, вы выйдете. Да, он моя пара, он мы суженый. И что же, нужно так трястись из-за него? Нет, говорит, успокойся. Четверка мечей говорит, да успокойся. Ляша, отдохни, охладись. На четверке мечей это такой холод, знаете. Охладись, остынь, остынь. Не ревновать? Не ревновать его? Нет, ты в силе обуздать. Вот у нас вышла сила. Опять как будто вот в цирке, знаете, укрощенница тигров. Нет, говорят, нет, тебе не ревновать. Тебе эту страсть надо укращать. Укроти страсть собственничества, как тигра. Да, да, да. Али, оп. И тогда он будет тобой укращен. Тогда рыцарь жезлов будет твой с тобой. Вот он вырастает из пожар жезлов в рыцаря жезлов. Укращен. Конечно, он уже и в короля превратится. То есть вы, девочки, взращиваете мужчину из пожар жезлов, в рыцаря и в короли жезлов. И вот вы, королева жезлов. Он тогда станет тебе ровней. Он станет тебе ровней. Ты станешь его женой. Так, что эта карта значит? А, он сменит гнев на милость. Бог был оставляет союз. Тут союз будет. Союз будет. Да, солнце, да. Да, победа. Все. Все иллюзии уходят. Все обманы исчезают. Колесницу в путь вас, боги, отправляют. На Николадо девятка кубков. Все мечты. Осуществляют. Ну что, ребята, свечи догорают. На свечке смотрите. Опять я опожглась. Да, ну конечно, я не могу, чтобы не обжечься. Да, горячие, горячие, горячие энергии. Свечки догорают. В них догорает. Одна свечка – древность, другая свечка – инфотилизм. Собственничество, инфотилизм, детский эгоизм. Все мы сожгли, все мы отожгли. Баланс нашей всей системы, энергии, нашу веру в себя привели. Все, избавились. Обнулились. Опять на дне колода шут. Ребята, обнулились. От всех неприятностей. Освободились. Так, тут у нас пепел. Да, он совсем уже такую ватку превратился. Такой, знаете, довольно-таки страшный вид, как будто какой-то птенчик, знаете, черненький. Смотрите, какой-то страшненький, да, из гнезда выпавшей. Вот птенчик из гнезда выпавшей. То есть вы чувствовали себя ненужным, отвергнутым, ребята. Поэтому ревновали, да, как будто вас из гнезда выкинули. Как будто птенчик выкинут, да, из гнезда. Ну, это естественно, да, то есть ревность, это как она порождается. Вы думаете, я и выживу, да, вот меня они будут любить. Если меня не будут любить, если меня не будет любовь дарить, я как бы не выживу, да, то я буду птенцом выкинутым из гнезда. Ну, вот считайте, мы вот этого вашего птенца и отожгли. Может, вы когда-то видели, да, птенцов, которые были из гнезда. Может, вас кто-то напугал и сказал, да, вот. он например девочка это вот она истерила как ты да и и выкинули или мальчику сказали что да вот он плакал как ты и его выкинули вот и все мальчик научился не плакать а девочка наоборот да потому что когда девочки говорят она еще больше мастерику входит ну что ребята все крестиком это все ребята перекрываем от этого вашего гнезда птенца спокойненько до убираем спокойно в покое все это оставляем это все в прошлом то что монетку положу с монеткой выбор шин опыт такой дать нам монеточку положить их две так она догорела видите пока мы с птенцом тут разбирались так вы не птенец да дохлый а кто вы сейчас спросим урун давайте сейчас урона добавлю сюда был эффект выкинута вода из гнезда кто вы кто вы сейчас да вы вся вселенная вы просто вся вселенная еще вот вы кузнец своего счастья вы теперь огонь все ура так же эта карта подтверждает что ритуал сработал вы теперь огонь у тебя огнище огонь вот теперь вся вселенная вы теперь просто огонь кузнец своего счастья все вы в семье вы теперь семья сами себе семья вы знаете законы вселенной вы знаете что вся вселенная это я вы знаете что вы божественный творец кузнец кузнец своего счастья и вот вы себе накували уже есть семью уже и дом накували уже семью накували да никакой вы не выкинут из гнезда птенец у вас знаете куры не клюют куры не клюют богатство счастье денег изобилие вас всего в достатке настолько богатыш вас куры а ваша какие какой-то вытянуты из дома птенец да вы тут всех готовы пригреть вам хватит всем еды наготовить вас кур хозяйство никого вы не выкидывайте знаете как у вас не бывает лишнего рта потому что у вас всегда полны закрома да вы принимаете тут всех угощаете смотрите смотрите догорает все плохое вы горите но не сгораете и неприятности все прожигаете с дымом все это вверх отправляете это все сгорело это все сожглось и отожглось вообще ваше счастье вам вернулась опять кузнец своего счастья на дне ну все ребята вы куете свое счастье ну кузнец своего счастья у вас конкурентов нет у вас нет конкурентов вы чувствуете общность и сообщность не бывает лишних ртов потому что у вас в вселенная как может быть как вселенная может ревновать как у вселенной может чего-то не хватать как вселенная может с кем-то конкурировать да вы что за вся вселенная вас невозможно выкинуть из гнезда потому что ваше гнездо это вся вселенная ребята надеюсь я вас силу веру в себя вселила а ну-ка давайте посмотрим вы больше верите в себя теперь до божественное слово услышали божественное слово услыхали божественное слово услыхали руны вверх себя сказали вы сами свои своим кузнецом своего счастья стали во вселенной себя реально осознали вы духовный рост сейчас проходите как зернышко пшеничное всходите и скоро вы солнцем засяете подсолнух вы под солнышком прорастаете будете богаты здоровы сильны судьбу и судьбы вы сами свои сплетаете скоро очень скоро будете веселиться в доме вы это знаете паре будете вместе об руку шагаете ваш мужчина тоже растет он тоже как зернышко уже встает он уже к вам едет он уже к вам в дороге он уже на вашем пороге он уже к вам в дом стучится чтобы петь и веселиться чтобы круглый год новому счастью родиться чтобы в новом году новому счастью родиться ребята замечательные руны вышло что новые в новом году новое счастье супер семья родиться новое счастье новая семья родиться ура Вот опять кузница, 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 кузница. Всё, вскуёте вы своё счастье, ребята. И на дне колоды снова эта же карта, да? Карта всей Вселенной. Фух, ура! Такое чувство, что кто-то ещё не доделал. Может быть, кто-то ещё немножко в неверии, в сомнении. Если вы сейчас сомневались, ещё не верите, то посмотрите моё видео, там, где я сливаю... Посмотрите моё видео про двойку Пентаклей. Там мы убираем неверие, сомнение. А может да, может нет, там я сливаю. То есть если вы сейчас чувствуете, что что-то не хватает, как будто бы ритуал недоработан, тогда посмотрите отливку по двойке Пентаклей обязательно. Всё, будьте счастливы. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok